всем привет меня зовут лиза я самым специалист компании china campus network нас очень часто и в комментариях под постами и в личных сообщениях спрашивают о том какие программы летних языковых лагерей у нас есть а также очень часто спрашивают про короткосрочные языковые курсы и еще также спрашивают про летние стажировки я хочу вас обрадовать в этом видео я расскажу о том как попасть на летний языковой лагерь он же языковая стажировка и также это краткосрочные языковые курсы поехали прежде чем рассказать вам непосредственно о программах я хочу поделиться опытом пребывания в китае в этом году в январе я ездила в качестве сопровождающей в зимний языковой лагере с ребятами в гуанчжоу сама поездка длилась 10 дней ребятам очень сильно понравилась данная поездка ребята приехали в лагерь совершенно разными уровнями китайского языка кто-то уже как продолжающие у ребят были и час кей 3 кто-то приехал совершенно с нулевым знанием китайского языка то есть совершенно его не знали но за 10 дней я как сопровождающая увидела результаты занятий и хочется сказать что у ребят настолько насыщенная программа и настолько она плодотворная что даже за 10 дней у ребят уже были грандиозные результаты те ребята которые совершенно не могли объясняться на языке и даже не могли сказать каких-то простых фраз уже за 10 дней могли спокойно общаться с китайцами на каком-то базовом уровне они уже освоили программу и это только за 10 дней представляете что будет если они поедут туда и на полгода и на год какие чудеса будут происходить те ребята которые совершенно без знания китайского языка смогли за 10 дней поднять свою базовую часть базовую составляющую языка и уже под конец смены смог могли спокойно разговаривать с китайцами программы языкового лагеря построена таким образом что совмещает и теоретическую составляющую и практические занятия и культурная программу как проходит классический день в лагере первая половина дня полностью посвящена учебе ребята приходят на занятия к 9 утра иногда даже к 8 утра у них две пары в китайского языка непосредственно с преподавателем преподаватель на занятия объясняет им новую тему также ребята практикуются в парах в группами или самостоятельно преподавателем дает задание и они уже непосредственно взаимодействуют друг с другом с преподавателем и практикуют отрабатывают новые слова новые грамматические конструкции и заучивают новые слова далее у них обед после обеда проходит обычно культурное занятие в лагере в гонжоу это были занятия по кунг-фу приходил преподаватель который непосредственно преподавал ребятам кунг-фу это был дедушка очень интересный видно что он профессионал своего дела и как нам потом рассказали другие сопровождающие с китайской стороны это преподаватель в университете в котором мы учились в котором проходил лагерь он уже более 50 лет преподает кунг-фу и вот нашим ребятам выпала такая честь у такого очень сильного и очень уважаемого преподавателя обучаться кунг-фу также в другой день это могло быть занятие по костюмам традиционным ребят знакомились с тем какие костюмы у китайцев существуют ребята познакомились с костюмами разных эпох и им было предложено задание сделать самостоятельно из бумаги костюм на память как сувенир и также те кто захотел примерили на себе традиционные костюмы разных династий также помимо занятий кунг-фу и знакомства с традиционными китайскими костюмами у ребят была возможность познакомиться с традиционной китайской песней да к нам приходил преподаватель по музыке и песни и с ребятами разучивали песни интересная была возможность это занятие поставили прим приблизительно в начало смены где-то на третий день и это было довольно интересно поскольку некоторые как я уже говорила не не знали китайский язык то есть ребята приехали с нулевым знанием как я уже говорила и довольно интересный экспириенс как ребята совершенно без знания языка разучивали песни но на удивление это дало свои плоды поскольку после того как ребята разучили несколько песен с ними отрепетировали их и уже на выпускной церемонии которая была в самый последний день смены ребята спели эти песни и это было очень трогательно и потом общаясь с ребятами они сказали что им очень понравилось понравились эти занятия не выделили их для себя как самые самые интересные и самое сложное но как они сказали они не боятся трудностей и трудности дают новые вызовы а новые вызовы улучшают жизнь встречаясь новыми вызовами ребята только укрепляют себя и свои знания помимо занятий программу лагеря также входили обзорные экскурсии и другие культурные программы в течение всей всей смены у нас было три обзорных экскурсии по городу ребята познакомились с основными достопримечательностями гуанчжоу также у нас была ночная экскурсия даже не ночная вечерняя экскурсия по реке ребята увидели башню телевизионную башню гуанчжоу это самое главное и довольно известная достопримечательность не только в гуанчжоу но и во всем китае это было просто удивительно это было восхитительно я бы сказала очень очень классная поездка помимо обзорных экскурсий у нас были поездки в музей китайской оперы и также у нас была поездка на завод керамики где для ребят провели мастер-класс по изготовлению керамических изделий это было очень интересно потому что не у всех есть такой опыт нового ребята постарались они остались крайне довольны и им это очень понравилось если подвести небольшие итоги по поездке в гуанчжоу то ребятам очень сильно понравилось и многие кто впервые был в китае они настолько прониклись культурой настолько прониклись менталитетом настолько им понравилось что они слезно умоляли нас как тьютеров как сопровождающих остаться и узнавали возможный такой вариант но конечно продлить срок пребывания в китае тогда это было невозможно но мы приглашаем всех новых ребят и старых ребят кто вот был с нами на другие летние программы вот как раз таки мы плавно подходим к теме видео настоящее время существует три летних программы на четыре недели с посещением четырех городов две недели с посещением трех городов и программа на 10 дней тоже с посещением трех городов все подробности условия и стоимость программ будет по ссылке в описании профиля поэтому переходите оставляйте заявки до новых встреч в китае мы надеемся что вам понравится поездка в китай и вы полюбите китай также как и люблю его я как любит наша компания и как его полюбили ребята которые впервые приехали в китае это в этом году в поездку планшоу всем пока